Выставка, выставка, выставка. Каждый год производитель должен что-то показать. Показать свои новинки, достижения, разработки. Незавидная участь. В данном 2023 году в сезоне компания Вервольф тоже приготовила свои новинки. Все, что я вам сегодня расскажу и покажу, это нетестируемый нами продукт, поэтому я чисто так свое визуальное мнение. Перед вами куртка Волкер. Это, знаете, вот такая вот хорошая куртка, которую можно носить отдельно, можно использовать как вкладыш. Немножечко, если еще доработать, вообще и цены не будет съемный капюшон, там по бокам идут вставочки эластичные. Своеобразный такой карман, не знаю, для рации или чего еще. Все надо тестировать. Я думаю, что это удачная концепция, удачная разработка. И при необходимости, вот я лично советовал производителю сделать на базе вот этой модели еще и жилетку такую, или жилет, как угодно будет. Ну, если будет желание, мы, конечно, сможем совместно с дизайнерами фабрики разработать что-нибудь такое интересное, тестировать. Я думаю, что у этой модели наверняка есть будущее. Ну, это такое мое мнение. Брюки Экстрим. Брюки Экстрим – это софтшелл-овские брюки. Хороший такой плотный софтшелл. Тоже, напоминаю, мы еще не тестировали. Единственное, что вот меня всегда пугает вот эта чрезмерная такая вот тенденция заузить брюки к низу. Ну, может быть, это просто на манекене так смотрится. Опять-таки, нужно тестировать. Концепция, верно, это стиль милитария. Где-то немножко что-то от тактики, что-то от военного направления задано. Мне понравилось. Хорошие пуговицы на канадской системе. Широкие шлевочки. Вы видите, все прошито, все сделано хорошо. Я могу сказать, что за последние два года я слежу за этой компанией. Видите, поясок такой на спинке тоже увеличенный для того, чтобы поясница была всегда защищена. Так вот, эта компания, ну, в хорошем этом смысле, не потому что мне надо хвалить, она действительно прогрессирует. Как я всегда говорил, главное это материал и модель. Люди активно смотрели, общались. Мне было приятно смотреть на это на все со стороны. Появились новые модели рубашек. Вот, пожалуйста, рубашка Discovery. Это тот же Softshell. Ну, тактильно это как вот делались брюки. Из этой модели есть, по-моему, куртка Брисс. А может, я ошибаюсь, ну, разновидностей Softshell много. Пола, пола, хороший, плотный хлопок. Вот, я когда общался, мне вот настороженно так говорили, что вот, мол, плотный, чересчур хлопок. Будет ли это на лето хорошо, ребята. Это шимак тоже плотный. Вот, видите, на манекене это пола. Они разных цветов бывают. Все замечательно. Я считаю, что плотный хлопок – это не проблема. Появилась новая рубашка. Думаю, люди, которые в стиле Militri следят за нашими обзорами, они сразу увидят какую-то сходную концепцию с известной уже моделью МБДУ, по-моему, да, Ухиликонтекс. Но эту модель выпускает много кто. Почему бы, собственно говоря, не попробовать сделать что-то и бренду Вервольф. Пошито неплохо. Опять-таки, я подчеркиваю, это пока без тестировки, без ничего. Единственное, думаю, что тут в данном случае это тоже хлопок. Но думаю, что, скорее всего, будет добавляться такая, как говорят, смесовая ткань. Скорее всего, будет еще для прочности, для того, чтобы не было катышек. Скорее всего, добавляться немного синтетики в эту нить. Рубашка вполне достойная. Нормальная, классная рубашка. По бокам имеются эластичные вставочки такие из материала Softshell. На плечах также имеется усиление из этого же материала на случай, когда рюкзак будет постоянно с вами. Опять-таки, мысль правильная, направление верное. Думаю, у этой рубашки будет свое будущее. Но, если получится, конечно, протестируем. Все вам сообщим. Единственное, что я могу обещать от себя, это только достоверная информация. Вот, скажем так, полу, сблизи, как оно выглядит. Отличная, нормальная фактура. Я могу сказать, что на этом не надо останавливаться. Рубашки, футболки с коротким рукавом сделаны из этого же плотного хлопка. Ну, мое субъективное мнение, я бы не шел на поводу у какого-то, если мы говорим про хлопок, что-то такого легкого. Вот есть лонгслив, по-моему, так называется. Это вот только уже с длинным рукавом, чего не хватает. Катастрофически не хватает на рынке нормального изделия с длинным рукавом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok